Наилучшее использование такого центра информации — это прояснение дальнейших действий. Какие ошибки зачастую совершают продавцы? Они, во-первых, отвлекают свои ресурсы. Дело в том, что зачастую слишком усиленная работа с центром восприимчивости приводит к отвлечению ресурсов. А именно, продавцы не умеют работать с этими центрами восприимчивости, не умеют правильно получать информацию и не умеют правильно предоставлять информацию. В конечном итоге такие центры восприимчивости становятся ареной какой-то бурной борьбы, в которую разбиваются многие усилия. Более того, существуют целые различные методики, как преодолеть сопротивление центра восприимчивости. И основная проблема в том, что продавец слишком отвлекает ресурсы. Кроме того, иногда, с чем еще связано отвлечение ресурсов, что продавец плохо представляет, для чего этот центр может ему понадобиться, и просто-напросто излишне отвлекается на работу с этим центром, предполагая, что остальное этот центр сделает сам. Вторая ошибка продавца — это так называемая ложная надежда. Дело в том, что если центр восприимчивости организован как надо, правильно, там обычно работают люди, которые довольно профессиональны в коммуникациях, но это более-менее доброжелательно. Правда, эта доброжелательность, как правило, лежит в определенных пределах. То есть это не значит, что там вам будут рассказывать все, что вы хотите, но какие-то обычные общие вопросы эти центры могут решать вполне достойно. И вот у продавца возникает какое мнение? Поскольку его где-то встретили приветливо, нормально, отнеслись к нему лояльно, в основном говоря, напоили кофе, то зачастую предполагаемый участник переговоров распространяет проекцию, свое мнение о таком центре на всю компанию. То есть ему кажется, что эта компания насквозь позитивная, его всюду ждут такой любезный прием, какое-то любезное отношение, корректная коммуникация, и продавец, участник переговоров, слишком расслабляется. И когда где-то в каком-то другом центре, мы об этом будем говорить позже, его ждет не такой уж корректный прием, его ждут жесткие переговоры, иногда сталкиваются с конфронтацией, то продавец, специалист по переговорам оказывается захвачен врасплох, он просто не ожидает такой метаморфозы, и вот такая ложная надежда зачастую приводит к срыву переговоров. Ну и наконец, еще одна возможная ошибка продавца, это так называемая неэффективная презентация. Поскольку зачастую такой центр восприимчивости как бы располагает к диалогу, то есть их профессиональная задача как-то выслушивать входящих, то продавец радостно, знаете, как тот бомбардировщик, который выбрасывает свою груз туда, куда ему удается долететь, то продавец тратит силы на презентацию в этом центре, старается в чем-то убедить центры восприимчивости, там рассказывает им о компании, о своих предложениях, стараясь заручиться их поддержке. При этом, в общем-то, не понимая, что как бы он не был убедителен, как бы он не был презентабелен, красочен, там как-то креативен, в центре восприимчивости совершенно нет никакой необходимости тратить усилия на преодоление, вернее, на создание какого-то избыточного впечатления о компании. Безусловно, с центром восприимчивости не надо ссориться, без должной необходимости ссориться не надо ни с кем, но слишком много ресурсов тратить ни к чему и устраивать пышных презентаций тоже. Этим вы скорее можете создать негативное впечатление, чем позитивное. Какие же правильные цели продавца? Какие цели он должен преследовать, попадая в такой центр восприимчивости? Дело в том, что наилучшая цель – это продвижение к другим центрам. Мы сейчас будем об этом говорить. А именно получение как можно более подробной информации о том, каким путем следует двигаться для достижения своих целей. И если продавец ставит перед собой такие цели, он их и решит наилучшим образом. Конечно, бывает, что такой центр восприимчивости в кавычках «организован» неверно. Бывает, что в задачи людей входит отсекать лишнее, отбрасывать какую-то ненужную информацию. И тогда в задачи продавца входит убедить этот центр, что его информация как раз нужная, что его вопросы требуют какого-то решения, и что информацию ему стоит предоставлять. Как правило, оставлять свою информацию в центре восприимчивости следует в крайнем самом случае, если практически нет другого выхода или вы сумели убедиться в том, что иного пути в компанию нет. Потому что бывает такая ситуация, что в ряде компаний, их немного на самом деле, организована ситуация так, что попасть в соответствующее подразделение можно только через центр восприимчивости. То есть вас ни с кем не будут соединять, вас не будут никуда пускать. Ваша задача сделать какое-то предложение. Этот приемный центр, центр восприимчивости передает по адресу ваше предложение. И если там это ваше предложение интересует кого-то, то с вами связываются. Но еще раз говорю, таких компаний немного. Хотя, то есть, немного компаний, где все организовано строго только так. Как правило, это какие-то крупные зарубежные компании или, может быть, такие полузакрытые компании, деятельность которых связана с конфиденциальностью. И вот там все устроено именно таким образом. В остальных же компаниях, как правило, почему центр восприимчивости берет на себя какую-то роль фильтра? Потому что, зачастую, передавая все предложения в соответствующие отделы, они вызывают на себя шквал упреков, что мы у нечего нас заваливать всякой ерундой. Там, если надо, мы сами все выясним. И тогда уже центр восприимчивости начинает работать, как какая-то внешняя ограда, отсеивая те предложения, ну, вообще, практически отсеивая все. Раз им сзади из компании дают, в общем-то, по голове на хлопучку, то, собственно говоря, зачем им брать на себя какие-то проблемы. С чем может столкнуться продавец? Например, он обращается в центр восприимчивости, неважно, по телефону или лично, и говорит, допустим, мы хотим вступить в переговоры с вашим отделом закупок или с вашим отделом продаж, в общем, что-то нас интересует. Причем он может, например, сначала спросить, а кто у вас занимается таким-то вопросом? В ответ на что он может получить встречный вопрос, а что вас интересует, зачем вы пришли, что вам требуется? Ну, продавец может изужить свое дело, я вот хотел бы провести переговоры такие-то. В ответ на что он может получить ответ, спасибо, нам это не требуется, нам это не нужно. Как тут действовать в этой ситуации? Ну, можно, конечно, извиниться и уйти, или спросить разрешение зайти через месяц, конечно, такое разрешение вы получите, но маловероятно, что через месяц вас встретит другой прием. Ну, если вы встретились вот с таким афронтом, существуют, конечно, различные способы преодоления этого, но я порекомендую так в качестве упражнения один из способов, который можно применить. Во-первых, что я советую, если вы ведете разговор по телефону или лично, всегда, конечно, представляйтесь первым, надеюсь, вы так и делаете, но в ответ на это вам должен представиться ваш собеседник. В хорошо организованной компании, в профессиональной компании, после того, как вы представили себя, ну, если там сразу человек не берет трубку и не называет себя, это уже такой хороший профессионализм, то после того, как вы себя назвали, следует, в общем-то, ожидать ответа с той стороны. А в чем зачастую проблема? Дело в том, что, как правило, звонящий, выпаливает все одной порцией, и даже если с той стороны хотят ответить, то, собственно, в его речи нет паузы. Выглядит это может примерно так. Там, берут трубку, компания атакает, ну, если это происходит по телефону. И вот тогда звонящий говорит, добрый день, вас беспокоят оттуда-то, оттуда-то из компании АБЦ, меня зовут там так-то, мне бы хотелось переговорить с такими-то, такими-то, потому что мы можем предложить то-то, 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 и дальше вот пошел такой каскад. Значит, с той стороны человек, даже если хотел бы что-то вам ответ сказать, вы ему не даете такой возможности, поэтому он дожидается конца вашей репризы, после чего, ну, скорее всего, сообщает какой-то вердикт, там, спасибо, нам это не нужно, или оставшись у вас телефон, вам перезвонят.